Здравствуйте! В эфире новости о главных окружных событиях к этому часу. Вакцинация продолжается. 54% югорчан получили первый компонент вакцины. Приехали делиться и перенимать опыт суперфиналисты 9 сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив. Прошли стажировку в Югре. Нижневартовск с вами, жители столицы Самотлора, запустили флешмоб в поддержку олимпийцев. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре первый компонент вакцины против ковида получили больше половины жителей, которые могли бы сделать прививку. Об этом рассказала сегодня губернатор Наталья Комарова в время заседания оперативного штаба региона. Всего с начала прививочной кампании в Югру поступило 485 398 доз вакцины против коронавируса. Только за последнюю неделю округ получил 22 980 комплектов прививки. Из них 789 доз это кови-вак, а остальное гам-ковид-вак. Первым компонентом на сегодня привиты 413 895 человек. Это больше 54% от числа граждан, которые могли бы сделать прививку. Завершили вакцинацию 294 766 человек. Из них 3769 за последние сутки. Добавлю, что за счет нефтедобывающих компаний в Югре привили от коронавирусной инфекции 9 397 человек. В Югре отменили массовое празднование Курбан-Байрам. Духовное управление мусульман Югры приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях, а также в общественных местах. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщила губернатор Наталья Комарова. Напомню, в этом году один из главных мусульманских праздников отмечается 20 июля. Поручаю Департаменту внутренней политики автономного округа, Департаменту общественных и внешних связей совместно с главами муниципалитетов Управления МВД России по автономному округу, Духовным управлением мусульман автономного округа проинформировать граждан о решении Духовного управления мусульман, принять меры по обеспечению безопасности в канун праздника Курбан-Байрам 20 июля 2021 года. В Югре на 5% выросло число негосударственных поставщиков услуг. На 1 июля в округе насчитывается 1568 поставщиков. Поддержку этой сферы обсудили на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Доля югорчан, которые выбирают для получения услуг социальной сферы негосударственного поставщика, выросла до 7% от общей численности получателей. В сфере образования этот показатель составляет 70%. В частности, сертификат дополнительного образования получили 12,5 тысяч детей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В январе и июне негосударственные организации участвовали в оказании 57 услуг. Департаментом социального развития были внедрены еще три новых сертификата. Таким образом, в Югре реализуются 13 услуг социальной сферы, которые с участием именно технология, это сертификат. Апробируется участие негосударственного сектора в механизме социального заказа с сентября 2021 года по виду спорта шахматы на этапе начальной подготовки, а с 2022 года с предоставлением социального обслуживания в форме на дому. Суперфиналисты девятого сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив «Рейс Ранг ИГС» прошли стажировку в Югре. Выбор на наш округ пал не случайно. Наш регион является лидером рейтинга Минэкономразвития России по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. В трех городах округа участники стажировки ознакомились с практикой работы клубов и центров различной направленности. Встретились с социальными предпринимателями и представили свои проекты. Подробности в сюжете. В рамках образовательной программы в течение учебного года студенты по всей стране работают над своими проектами в сфере социального предпринимательства. После в Москве определяют лучшие идеи, а призеры и победители отправляются на стажировку в разные регионы России. Так в прошлом году участники побывали на Камчатке, а сейчас выбор пал на Югру. В этом году на поверхности просто лежал ответ на наш вопрос, куда ехать, потому что Югра занимает первое место по развитию социального предпринимательства. Это ни для кого не секрет. И мы всегда советуемся с фондом «Наше будущее», куда нам ехать. Они сказали, конечно же, Югра, потому что наибольшее количество поддержанных проектов ими, именно здесь. Победителями стала команда из Ростова с проектом «Твоими глазами». Девушки создали гончарную мастерскую для людей с ограниченными возможностями по зрению, сотрудничают с несколькими ресторанами и поставляют им свою продукцию. О развитии экосреды у себя в регионе рассказала участница из Владимира с проектом о микрозелени. Наша ферма непосредственно, где мы сами выращиваем, сами экспериментируем, это помещение 50 квадратных метров, где стоят системы для выращивания как зелени, так и микрозелени. Предприниматель из Калужской области представил беспилотник, который благодаря собственной разработанной программе вычисляет браконьера в свалке, а также мониторит состояние посевов. Он взлетел, пролетел над этой площадью, выявил все необходимые нарушения и составил, соответственно, отчет, в котором будут необходимы все метрики касательно данного хозяйства. И плюс к всему будут рекомендации касательно того, как устранить эти нарушения. Например, он будет говорить, что в квадрате А нужно больше удобрения, в квадрате Б, наоборот, меньше удобрений. Уже третий год наш округ становится абсолютным лидером рейтинга по итогам поддержки Сонка и социального предпринимательства. Именно социальные предприниматели помогли решить в нашем регионе вопросы доступности дошкольного образования для детей от полутора до трех лет. Красивые детские садики, они, конечно, отличаются от государственных другим нестандартным креативным подходом. И когда сочетается благотворительность и бизнес, ну это, скажите, приятно просто. И для новых людей, которые у нас становятся предпринимателями, идут по этому пути. Но также для людей, которые поняли, что их жизнь может быть посвящена именно созиданию. Доля социальных предпринимателей в Югре составляет 4%. Поэтому показатели Югра на втором месте среди субъектов Российской Федерации. Услугами негосударственных поставщиков пользуются 425 тысяч югорчан. Первое, самое главное заблуждение в том, что социальное предпринимательство, оно малоприбыльное и так далее. Но здесь же мы не говорим о том, что мы зарабатываем на чужой беде. Мы решаем проблемы социально-недезащищение у населения, и кто-то от этого получает прибыль. И в этом суть социального предпринимательства. В окружном реестре социальных предприятий зарегистрировано 264 организации. Скорый реестр будет пополняться ежемесячно. И к концу года их будет уже около 300. А подобный обмен опытом поможет тиражировать как югорские проекты, так и найти в округе применение идеям из других регионов. Елена Келян, окружная телерадиокомпания Югра, при поддержке ТРК Юганск. Супергерой из Югры использует музыку как лекарство. Речь идет о педагоге Игоре Сиренко. Дело в том, что югорчанин стал одним из героев всероссийского проекта «Супергероя России». Это своего рода тревел-блог, в котором рассказывают не только о добрых делах россиян, но и о городах, в которых они живут. Музыкант Игорь Сиренко уже 4 года помогает наладить речь детям с расстройствами аутистического спектра. Напомню, что ранее югорчанин выиграл гранд-губернатора. А на полученные деньги в центр, в котором и проходят занятия, купили новое музыкальное оборудование. Игорь стал девятым гостем рубрики «Супергероя России». Ранее проект побывал в Москве, Суздале, Твери, Туле и других городах страны. Все видеоролики размещаются в сообществе во Вконтакте «Made in Russia», где зрителями являются полмиллиона подписчиков. Через какой-то период времени родители мне звонят в 4 часа утра и говорят, что, слушай, ребенок заговорил. То есть не просто заговорил, а запел. То есть это результат, это то, что меня вдохновляет. А теперь о темах, которые наиболее активно обсуждают югорчане в интернете. К осени в Нижневартовске основные транспортные магистрали, имеющие высокую нагрузку, станут комфортнее. При этом ремонтные работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобства для горожан. Так, протяженность участка по улице Ленина, где ведет ремонт «Премьер Дорс-Ройс», составляет 960 метров. Сейчас здесь выполняются работы по фрезеровке изношенного асфальтобетона, укладка выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия. Наносятся разметки пластичными материалами, обустраиваются пандусы. Отмечу, каждый последующий этап дорожных работ начинается после проведения независимой экспертизы предыдущего и получения положительного заключения. Правила едины для всех участков дорог, которые обновляются в рамках национального проекта. Также на всех трех объектах в укладке верхнего слоя будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон. По словам специалистов, этот материал более долговечный, имеет высокий срок износа стойкости, что особенно актуально для высокозагруженных магистралей. Инструкторы Центра адаптивного спорта и игры проводят занятия по адаптивной физической культуре для детей и взрослых, которые проходят курсовую реабилитацию и оздоровительные смены в реабилитационных и многопрофильных центрах. Мероприятие организованное для подопечных Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сургутского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов, Нягоньского комплекса Центра социального обслуживания населения, Нягоньской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также Нижнего Артовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов, ООО «Веста» советского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Занятия продлятся до сентября. За первый летний месяц состоялось 59 встреч, в которых приняли участие 100 человек, из них 72 ребенка. Хантамансийский автономный округ занял шестое место в топе 10 регионов России, жители которых быстрее могут накопить 1 миллион рублей. Соответствующее исследование опубликовало РИА Новости. Эксперты посчитали, что югорчанам необходимо 11 лет и 3 месяца, чтобы накопить миллион рублей. Только 0,6% работников округа не смогут отложить такую сумму. Ямало-Ненецкий автономный округ занял вторую позицию в рейтинге, немного уступив Чукотке. Тюменская область оказалась на 21 позиции. Средним россиянам требуется около 18 лет, чтобы накопить миллион рублей. В Югре снижается уровень травматизма на дорогах. Сотрудники ГИБДД рассказали о проведенных профилактических мероприятиях и статистике ДТП за последние полгода. Если на конец прошлого года в Югре зарегистрировали почти 700 ДТП, то сейчас их число едва превышает 500. Также снижается уровень травматизма и смертности. В этом году в ДТП пострадали 784 человека и 57 погибли. В 2020-м этот показатель был выше. В 881 получили травмы, 71 человек погиб. Кроме того, в Югре становится меньше происшествий с участием детей. В прошлом году в ДТП пострадало 116 несовершеннолетних. С начала 2021 года 90. Сотрудники ГИБДД напоминают, в летнее время увеличивается число велосипедистов и владельцев самокатов. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными на дороге. Впрочем, как и обладателям двухколесного транспорта. Выбегая дети из настоящих транспортных средств, что ограничивает обзор водителю, совершаются вот эти происшествия по неосторожности, где дети страдают. Напомню, что в текущем году ДТП, где у нас дети погибли, не зарегистрировано, что очень радует. И мы надеемся, что до конца текущего года эта ситуация в части недопустимой трагических последствий с участием детей, как детей пассажиров, как детей пешеходов, ну и детей иных участников дорожного движения. Это велосипеды, самокаты. Для улучшения обстановки на дорогах Югры ГИБДД проводят с детьми воспитательные работы. Нарушители попадают под штрафные санкции, а в городах появляются новые пункты фиксации нарушений ПДД. Сейчас на территории округа функционирует 239 стационарных и 40 передвижных комплексов фото- и видеофиксации, а также 55 муляжей. Сотрудник почты с самым большим трудовым стажем на Урале работает в Сургуте. В почтовую связь Любовь Подзолкова пришла еще в 1970 году. Первые три года она трудилась в Тульской области, а в 1973-м переехала с мужем в Сургут. Да так и осталась в северном городе насовсем. За время своей работы она видела, как менялась почта, подстраиваясь под запросы населения. Как сейчас работает женщина, которая начинала свой трудовой путь в эпоху промышленного развития, а на пенсию пойдет в цифровую, узнаете в следующем сюжете. В современных условиях сортировка писем не занимает особого труда. Отсканированные конверты техника распределяет по адресам сама. Остается лишь сложить конверты в стопку и отдать почтальону. Поступила заказная корреспонденция, я ее обработала, ввела в компьютер, сделала накладную и почтальону отправлю в доставку для вручения почтового управления. Вы говорите ввели в компьютер, а вот я насколько знаю, вы уже 50 лет на почте работаете. А как раньше это делалось? А как раньше мы работали? Мы работали вручную. Да, мы работали вручную. Это отписывали на каждое почтовое отправление, выписывали форму 22, вручную. И с этим извещением 22 отправляли почтальону на доставку. Сейчас, конечно, намного совершенственнее все по компьютеру. Сургутянка Любовь Подзолкова с почтовой службой знакома уже более полувека. С 17 лет она работает на почте. За свою работу не раз получала награда и поощрение. Самую важную из них Любовь Подзолкова получила накануне своего профессионального праздника от Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Почетную грамоту Минцифры России и угорчанки вручили за 50-летний стаж в сфере почтовой связи. Я пришла, как говорится, со школы. Это как и мне, муж сестры говорит, я в армии служила, на телеграфе работала. Сходи на почту, может, тебя возьмут. Я пришла на почту, раз нужен был работник. Я пришла, мне сразу понравилось. Потом я и телеграф освоила там. Поступила в Москву, в Москве я училась с заочным техниками связи. За время работы Любовь Подзолкова успела поработать в должности оператора, начальника участка сортировки, возглавила одно из отделений Сургута. Для молодых коллег она была отличным наставником. Как говорит женщина, сейчас работа у молодежи немного проще, чем у нее в начале карьеры. Тогда все извещения и посылки приходилось обрабатывать вручную, заполнять бланки и маршруты следования. А деньги считать и вовсе с помощью деревянных счетов. Новое поколение работников, наверное, и не знают, как они выглядят. Ведь в последние годы в Почте России идет активная цифровизация. У нас в последнее время внедрена единая информационная система, ЯС, ОПС. Она работает по принципу единого окна. И в данном случае позволяет заменить более 15 различных программных обеспечений. То есть в данной программе мы можем произвести отправку почтовых отправлений, переводов денежных средств, оформить страховые продукты клиенту, произвести выплату пенсии. Введение в Почте России новых цифровых технологий упрощает работу операторов и сокращает время обслуживания клиентов. Сейчас они могут произвести отправку нужной корреспонденции, не выходя из дома, имея в телефоне специальное приложение. Кроме этого, почтовая служба все чаще отказывается от бумажных уведомлений. Новые технологии позволяют делать это в электронном виде. Это очень экологично. То есть мы не тратим бумагу. Идет экономия, трудозатрат. Благодаря данному сервису клиенты через госуслуги могут получить электронное письмо с минимальным затратом времени, быстро, оперативно. И, соответственно, ему не нужно никуда ходить. За минувший год через 201 отделение Почты России в Югре жители отправили свыше 14 миллионов простой и заказной корреспонденции, получив более 3 миллионов посылок. Кроме этого, в последнее время люди все чаще пользуются мобильным приложением Почты России. Оформив электронную подпись, они могут без посещения отделения отправлять посылки и корреспонденцию. За 2020 год этой услугой воспользовались более 4 миллионов раз. Да к тому же внедрение цифровых технологий позволяет значительно сократить количество посещений. А это в условиях пандемии – хорошее подспорье для предотвращения распространения ковид. Андрей Родин, Евгений Неупокоев, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра Сургут». Жители Нижневартовска решили поддержать своих спортсменов на Олимпиаде в Токио. В столице Самотлора стартовал флешмоб в поддержку олимпийцев. Поучаствовать в нем приглашают всех желающих. Присоединиться к акции можно в социальных сетях. Напомним, в этом году на Олимпиаду в Японию отправятся 11 югорских спортсменов. Пятеро из них – вартовчане. О том, важна ли для них поддержка земляков, расскажет Елена Составова. Перелет во Владивосток, смена часовых поясов, строгое расписание, регулярные тренировки. Альберт Батыргазиев и его тренер Руслан Куштанов живут сейчас в особом режиме. Общаются только с самыми близкими, стараются ни на что не отвлекаться. И практически не выходят за пределы спортивной базы. Их мысли поглощены предстоящей Олимпиадой. С базы не выходим лишний раз, чтобы из-за пандемии поберечь свое здоровье. Потому что мы себе уже не поднадлежим. Так скажем, боксируем не только за себя, за свой регион, за свой город, за свою страну. Свою страну представляем. На нас лежит большая ответственность. Нужно быть максимально сконцентрированным. Спортсмены живут и тренируются на базе Дальневосточного федерального университета. Акклиматизировались быстро, чувствуют себя хорошо. Настрой боевой. На социальные сети у них нет времени. Альберт перед крупными соревнованиями не заходит в интернет, чтобы не терять концентрацию. Однако поддержка болельщиков для него очень важна. О ней ему рассказывает тренер. Мы, когда выступали на чемпионат мира, на разных соревнованиях, всегда присылают пожелания, кричалки. Эти ролики очень часто пересматривают. Прямо ему очень нравится. Это его очень заводит. Он прямо не по разу. Может перед боем смотреть и говорить, классно, классно, Руслан Ильич, мне вообще это помогает. Спасибо за поддержку. Всем спасибо, передавайте. Поддержка необходима всем спортсменам. Об этом не понаслышке знают сотрудники дирекции спортивных сооружений Нижневартовска. Они запустили флешмоб в социальных сетях, где болельщики могут адресовать свои послания олимпийцам. Идея, в принципе, проста. Это такая своеобразная волна поддержки для наших спортсменов. Нужно просто выложить фотографию, разместить их профили, аккаунты, чтобы они увидели все эти слова поддержки. Для любого спортсмена участие в Олимпиаде – это пик карьеры. Даже возможность побороться за олимпийские медали – это уже стоит огромных усилий. Поэтому, конечно, наша поддержка важна для ребят. Нижневартовск с вами, ребята. Мы болеем, мы поддерживаем, мы будем смотреть, конечно же, игры, выступления. Югорские спортсмены прибудут в Японию в разное время. Альберт Батыргазиев и Руслан Куштанов отправятся в Токио 19 июля. Флешмоб продлится до конца Олимпиады. Олимпиады организаторы напоминают – сопровождайте свое послание в социальных сетях обязательным хэштегом «Решетка Нижневартовск с вами». А при размещении фото в сети Инстаграм указывайте аккаунты спортсменов, представляющих нашу страну на Олимпиаде. Елена Составова, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. КОНЕЦ Хочется посмотреть интересные фильмы, а их так много. Как же выбрать? С видеосервисом ВИНК от Ростелекома – это больше не проблема. Теперь, если уже оплаченная кинокартина вам не зашла, можно ее легко заменить. В кинотеатре появилась новая бесплатная опция – обмен фильма. «Компания постоянно пополняет ВИНК новым контентом и опциями. Мы хотим, чтобы современный зритель имел возможность найти у нас на платформе что-то интересное. Но бывает так, что купленный фильм или сериал вам не подошел. Не беда. Теперь вы можете обменять его на любое другое из предложенного списка. Данный функционал доступен всем подписчикам». «Просто обменяйте его в течение 20 минут на другую картину. При этом менять свое решение можно сколько угодно раз – в течение 48 часов после первой покупки. Подобрать интересующий контент для каждого члена семьи можно с помощью популярного тарифа «Трансформер». В новой версии доступно более 300 телеканалов, в том числе тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. А еще в ВИНК есть караоке, аудиокниги и облачные игры. «На самом деле это очень удобно. Когда я занимаюсь садом, я могу оставить детей спокойно дома. Они могут посмотреть мультики. Благо у ВИНК очень огромная коллекция разного контента. То есть это детские мультики, познавательные программы. А уже вечером, когда все дела заканчиваются, мы можем собраться всей семьей и посмотреть фильм, который нам очень нравится». Помимо базового набора каналов доступны 22 тематических мини-пакета, 5 из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату. Приложение ВИНК можно скачать на любое мобильное устройство из App Store и Google Play. Подключить легко. Зарегистрируйтесь по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты. К одному аккаунту можно подключить до 7 устройств одновременно.